Владимир Сутеев Посмотрели сегодня утром ребята на календарь, а там последний листок остался. Завтра Новый год! Завтра елка! Игрушки будут готовы, а вот елки нет. Решили ребята написать Деду Морозу письмо, чтобы он прислал елку из дремучего леса, самую пушистую. Самую красивую. Милый Дедушка Мороз, подари нам, пожалуйста, елку на Новый год, а игрушки мы сами сделаем. Письмо тебе отнесет вот такой снеговик. Ребята! Дедушке Морозу от ребят. И снеговика нарисовали. Написали ребята вот такое письмо и скорее побежали во двор снеговика лепить. Работали все дружно. Кто-то снег сгребал, кто-то шары катал. На голову снеговику старое ведро надели, глаза из угольков сделали. А вместо носа воткнули морковку. Хороший получился снеговик-почтовик. Дали ему ребята свое письмо и сказали. Снеговик, снеговик, храбрый снежный почтовик. В темный лес пойдешь и письмо отнесешь. Дед Мороз письмо получит, найдет в лесу елочку. По пушистее, получше в зеленых иголочках. Эту елку поскорей принеси для всех детей. Наступил вечер. Ребята домой ушли. А снеговик и говорит. Задали мне загадку. Куда мне идти теперь? Возьми меня с собой! Вдруг сказал щенок Бобик. Я помогу тебе дорогу искать. Верно, вдвоем веселей, обрадовался снеговик. Будешь меня с письмом охранять и дорогу запоминать. Долго шли снеговик и Бобик. И, наконец, пришли в огромный дремучий лес. Выбежал навстречу им заяц. Где тут Дед Мороз живет? Спросил его снеговик. А зайцу отвечать некогда. За ним лиса гонится. А Бобик чав, 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 чав. И тоже за зайцем вдогонку. Опечалился снеговик. Видно, придется мне дальше одному идти. Тут как раз метель поднялась. Завыл, закружил снежный буран. Задрожал снеговик и рассыпался. Остались на снегу только ведро, письмо и морковка. Прибежала обратно лиса злая. Где тот, кто помешал мне зайца догнать? Смотрит, а никого нет. Только письмо на снегу лежит. Схватила она письмо и убежала. Вернулся Бобик. А где снеговик? Нет снеговика. В это время лису волк нагнал. Что несешь, кума? Зарычал волк. Давай делиться. Не хочу делиться. Самой пригодится. Да, сказала лиса и побежала. А волк за ней. А любопытная сорока за ними полетела. Плачет Бобик, а зайцы ему и говорят. Так тебе и надо. Не гоняй нас. Не пугай нас. Не буду пугать. Не буду гонять. Сказал Бобик. А сам еще громче заплакал. Не плачь. Мы тебе поможем. Сказали зайцы. А мы зайцам поможем. Сказали белки. Стали зайцы снеговика лепить. А белки им помогать. Лапками похлопывают. Хвостиками обмахивают. На голову ему опять ведро надели. Глаза из угольков сделали. А вместо носа воткнули морковку. Спасибо, сказал снеговик. Спасибо, что вы меня опять слепили. А теперь помогите мне Деда Мороза найти. Повели его к медведю. Медведь в берлоге спал. Еле его разбудили. Рассказал ему снеговик про то, как послали его ребята с письмом к Деду Морозу. Письмо! Заревел медведь. Где оно? Схватились, а письма и нет. Без письма вам Дед Мороз елку не даст. Медведь, сказал медведь, лучше идите назад домой, а я вас из лесу провожу. Вдруг, откуда ни возьмись, прилетела сорока, трещит. Вот письмо, вот письмо! И рассказала сорока, как письмо нашла. А было все вот так. Пошли все с письмом к Деду Морозу. Снеговик спешит, волнуется, то с горки катится, то в яму провалится, то за пень зацепится. Хорошо медведь его выручал, а то бы опять рассыпался снеговик. Наконец пришли к Деду Морозу. Прочитал Дед Мороз письмо и сказал. Что ж так поздно, не успеешь ты, снеговик, принести ребятам елку к Новому году. Тут все за снеговика стали заступаться, рассказали, что с ними было. Дед Мороз дал тогда ему свои сани и помчался снеговик с елкой к ребятам. А медведь к себе домой пошел спать до самой весны. А утром снеговик стоял на прежнем месте. Только у него вместо письма в руках была елка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова